Сергей Семенович Коровин Вместо введения Нужно поддерживать крепость тела. Чтобы сохранить крепость духа. Гюго. Наблюдайте за вашим телом, если хотите. Чтобы ваш ум работал правильно. Декарт. Здоровое тело – продукт. Здорового рассудка. Шоу. Здоровый дух в здоровом теле. Ювенал. Здоровый дух в здоровом теле. Вот краткое, но полное описание. Счастливого состояния в этом мире. Лог – мысли о воспитании. Эти и другие возможные высказывания известных представителей культуры необходимо должны убедить читателя как минимум в двух главных, на наш взгляд, суждениях. Здоровое тело и дух – оптимальное соотношение их состояния. Вот те два необходимых условия качества становления и поддержания человеческой жизни. Первичен в обеспечении качественной жизни и деятельности счастливой жизни – дух. Однако тело – есть носитель духа и обеспечиватель качества его – духа, оптимального функционирования для обеспечения социальной и личностной практики жизни и деятельности. Таким образом, выражаясь проще, тело должно быть здоровым, крепким, чтобы эффективнее обеспечивать деятельность духа. Чем слабее тело, тем более оно повелевает духом, чем сильнее, тем более и лучше повинуется. Таким образом, дух сохраняет и защищает жизнь, возвышает и тело, и телесное совершенствование. А духотворяет двигательную деятельность для удовлетворения, в широком смысле, комплекса экзистенциальных потребностей личности, впрочем, на всех этапах системы непрерывного образования вообще и физкультурного образования, в частности. Тем не менее, именно в таком контексте – обеспечение здорового тела, как условие становления, совершенствование духа и будет представлен материал предлагаемого учебно-методического пособия. Автор вполне разделяет все более упрочивающуюся в научно-педагогическом сообществе и спортивной педагогике идею, что физическая культура занимается не только становлением двигательной природы человека, его биологической составляющей, его двигательных способностей. Физическая культура – способ комплексного становления личности, ее базовой культуры, в самом широком смысле – ее понимание и осмысление, как отражение культуры социума и его достижений, запечатленных в человеке. Сообразно означенному предлагаемый материал содержат более теоретико-методические. Практика ориентированное сведения о направленном использовании ценностного потенциала физической культуры в сформировании сущностных характеристик общесоциальной, базовой и физической культуры человека, обучающегося. Глава 1. Ценностный потенциал физической культуры в воспитании физической культуры обучающихся. Параграф 1. Пункт 1. Понятия и структуры физической культуры личности. Обращаясь к теории физической культуры личности, ФКЛ, и методике ее воспитания и формирования, следует изначально определиться, что рассматриваемое личностное состояние – основная цель системных педагогических воздействий, реализуемых в ходе физкультурного образования, которое, в свою очередь, предусматривает целенаправленное использование всей совокупности адекватных контингенту занимающихся ценностей сколь общесоциальной, столь и физической культуры. Заметки на полях. Что именно физкультурное образование – есть основной процесс, транслятор, форма организации процесса освоения физической культуры, ценности физической культуры для воспитания и компонентов базовой и физической культуры субъекта, ее осваивающего. Физкультурное образование – ФО, один из видов культуры физической. Специализированный педагогический процесс обучения, воспитания и развития обучающегося, формирование его потребностей и способностей в ходе направленного использования ценности физической культуры. Объект физкультурного образования – процесс освоения физической культуры в разнообразных формах. Предмет физкультурного образования – основные характеристики базовой культуры обучающегося. На основе означенного цель физкультурного образования – воспитание характерных признаков базовой и физической культуры школьника. Важно понимать также, что основными компонентами базовой культуры личности являются нравственная, эстетическая, трудовая, гражданская, интеллектуальная и, естественно, физическая. Такое понимание определения, объекта, предмета и цели физкультурного образования согласуется и не противоречит целевой направленности образования вообще. Здесь же отметим, что физическая культура личности – ФКЛ – есть сфера ее общей культуры. Специфическое, интегративное и динамичное личностное качество сформированности в личности ценностных ориентаций, двигательных и личностных потребностей и способностей, определяющих качество социальной и физкультурно-спортивной деятельности. Отметим также, что цель воспитания – ФКЛ – обеспечить качество социализированности обучающегося. Основными задачами физкультурного образования являются Первое. Формирование системы ценностных ориентаций, обучающихся в сфере общесоциальной и физической культуры и спорта, что предопределит направленность обучающихся на занятия физической культурой, спортом. Включенность в физкультурно-спортивную деятельность. Второе. Воспитание социально значимых личностных качеств в отношении воспитания основных проявлений базовой культуры обучающихся. Третье. Направленное обучение жизнеобеспечивающим и физкультурно-спортивным двигательным действиям, обеспечивающим безопасность жизнедеятельности и социальной практики. Четвертое. Воспитание системы двигательных качеств и сопряженных с ними способностей для оптимизации практически всех жизнеобеспечивающих и физкультурно-спортивных двигательных действий и движений в целом жизнедеятельность. деятельность. Пятое. Формирование системных, методологических, практикоориентированных знаний в сфере общесоциальной и физической культуры, особых знаний физкультурного самосовершенствования. Шестое. Оптимизация жизни обеспечивающих системы организма и адаптационных механизмов, обучающихся в связи с повседневной и профессиональной образовательной деятельностью. Таким образом, можно более детально представить задачи обучения, воспитания и развития, которые важно и необходимо решать в ходе физкультурного образования и реализация которых так или иначе сопряжена с системой знаний обучающихся. Задачи обучающего характера. Обучение. Формирование и совершенствование до личностно и социально востребованной степени номенклатуры двигательных действий физкультурно-спортивного и прикладного характера. Последнее в связи с практикой получения профессионального образования. Собственно профессиональной деятельности, а также в связи с реализацией процесса профессионального самоопределения обучающихся школьников. Обучение характерным проявлением корректного поведения в практике физкультурно-спортивной и социальной деятельности. В данном случае речь идет о социальном обучении в том числе. Формирование системных знаний в сфере общесоциальной и физической, прежде всего культуры, необходимых для практики физкультурно-спортивной деятельности. Физкультурного самосовершенствования, оптимизации социальной практики и участия в ней, своеобразное социальное обучение. В связи с задачами обучающего характера следует привести и задачи развивающего и воспитательного характера. Задачи развивающего характера можно представить следующим образом. Становление и оптимизация адаптационных возможностей, обучающихся к неблагоприятным факторам внешней среды, закаленность. А также оптимизация функционального развития, прежде всего жизнеобеспечивающих систем организма, и оптимизация основных характеристик физического развития обучающихся. Коррекция и поддержание оптимального проявления и функционирования психических познавательных процессов и в этой связи их коррекция психического развития. К числу задач воспитания можно отнести. Воспитание двигательных качеств и сопряженных с ними способностей. Воспитание, становление, системы личностных качеств, наиболее значимых для социальной практики и проявляющихся в компонентах базовой культуры личности обучающихся, нравственной, трудовой, эстетической, интеллектуальной, гражданской, коммуникативной. Воспитание потребностей, соответствующих им мотивов и системы отношений личности в сфере общесоциальной и физической культуры. На основе задач ФО можно сформировать и сформулировать содержание основных методических направлений деятельности образовательной организации по реализации физкультурного образования. При этом методическое направление – совокупность методов и средств физической культуры, ориентирующих познавательную физкультурно-спортивную деятельность дошкольника. Ее содержание и определяющих качество решения однотипных, однородных, дидактических задач физкультурного образования в отношении обучения и или воспитания и или развития личности ребенка. Безусловно, реализация каждого из методических направлений связана с тщательным подбором дидактического обеспечения процессов, читай, форм организации, освоение физической культуры, что требует высокой профессиональной компетентности специалиста. Здесь же представим основные результативные характеристики от реализации методических направлений. Организация и реализация обучающего направления ФО в целом обеспечивает Теоретическую подготовленность о правилах безопасности поведения и деятельности в процессе самостоятельной физкультурно-спортивной деятельности, ФСД и повседневной активности. В видах спорта и инвентаре, характерном для этих видов спорта, символики и ритуалах, характерных для спорта и ФСД, подвижных играх и элементах спортивных игр, их правилах, способах организации и проведения нормах поведения в играх. Освоенность физкультурно-спортивных двигательных действий, доступных для конкретного возраста и вида ФСД, спорта и жизнеобеспечивающих двигательных действий, обслуживающих трудовую и бытовую жизнь и деятельность от комфортного для использования уровня. Освоенность норм и правил социально-корректного поведения со сверстниками и взрослыми, способов установления взаимоотношения и взаимодействия с иными субъектами ФСД. Воспитательное направление ФО отражает подбор содержания ФСД для обеспечения. Всесторонности и комплексности в воспитании двигательных качеств. Примечательно, что речь идет о направленном воспитании всех двигательных качеств с обеспечением коррекционных воздействия в отношении отстающих и углубленном воспитании этих качеств, для избыточного воспитания которых имеются естественные предпосылки. Сформированность мотивов, перевод биологических в социальные, для осознанного включения в ФСД и процесса физкультурного совершенствования сейчас и в дальнейшем, признание и принятие физической культуры ценностью для себя. Оптимального проявления основных личностных качеств, отражающих нравственные привычки, инициативность и творчество. Собственное достоинство, нравственная культура, способность к эстетической оценке поведения, деятельности, телосложения, эстетическая культура. Готовность преодолевать посильные трудности, проявлять упорство и добросовестность, готовность участия в самообслуживании и общественной трудовой деятельности, трудовая культура. Любознательность и активность в освоении ФСД, творческое участие в коллективной ФСД, интеллектуальная культура. Культуру речи в общении со сверстниками и взрослыми, способность к адекватному взаимодействию с партнерами, коммуникативная культура, уважение к государственной и спортивной символике, стране, спорту и спортивными традициям, гражданская культура. Развивающее направление ФО предусматривает разворачивание ФСД для укрепления опорно-двигательного аппарата детей, оптимизации телосложения в части соматометрических и соматоскопических характеристик, всестороннего воздействия на становление и формирование функциональной подготовленности детей за счет, прежде всего, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем, повышение физической и психической работоспособности. Планомерного и непрерывного повышения психофизических нагрузок, обеспечивающих включение адаптационных механизмов. Становление и поддержание адаптации к неблагоприятным, средовым, температурным, прежде всего, факторам внешней среды. Направленного развивающего воздействия на становление и формирование основных психических процессов, обеспечивающих познавательную активность и творческую деятельность. Внимание, память, мышление, эмоции, воля. Тем не менее, обращение к культуре физической, рассмотрение основ направленного использования ее ценностей для становления личности, вообще ее базовой и физической культуры, следует кратко остановиться на понятии культура, физическая культура. Определиться в их соотношении. Из многочисленного числа определений наиболее удачными представляются два. Культура – совокупность материальных и духовных ценностей, создаваемых и уже созданных человеком и отражающих уровень развития общества. Культура – система надбиологических программ человеческой деятельности, выступающих основным условием воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее проявлениях. Здесь же следует отметить также, что культура – есть особая форма бытия, обусловленная деятельностью человека и которая включает в себя. Приобретенные в ходе жизни двигательные и личностные сверхприродные качества и свойства – те, которые не даны человеку от природы и не могут быть приобретены в процессе естественного, без специального вмешательства развития. Многообразие предметов-объектов и знаний о них, созданных в ходе деятельности и отражающих материальную, духовную и художественную сферы культуру. Многообразие надприродных способов деятельности человека, с использованием которых человек создает ценности, познает мир и созданный человечеством ценности. Общение – как основной способ социокультурного взаимодействия людей. В этой связи Каган определяет три сферы культуры и ее проявления. Культура как система состоит из трех взаимосвязанных подсистем. Материальную – материальные ценности, отражающие окультуренное человеческое тело, технические объекты и предметы, общую социальную организацию. Духовную – духовные ценности, свидетельствующие о качественно-количественных показателях познания, природы, общества, человека. Художественную – художественные ценности, отражающую взаимосвязь и взаимообусловленность материальных и духовных ценностей, их духовно-материальную слитность, проявляющихся в произведениях искусства, художественных образах. Таким образом, представляется значимым уточнить, что при любых определениях понятие культура отражает главным образом следующие сущностные положения – культура, обобщенный опыт человечества. Это все ценности – материальные, духовные, художественные, созданные человечеством и окружающие его. Это все, что надприродно – форма бытия, деятельности, человеческие качества и т.д. Примечательно, что культура существует и проявляется в трех формах – взаимосвязанных и взаимообусловленных своего существования. Условия жизни – материальные, духовные. Культура деятельности – технологии ее реализации. Культура личности – вся совокупность способностей и потребностей, значимых для человека и сопряженных с жизнедеятельностью. Именно в таком контексте следует понимать и сущность физической культуры как специфической формы бытия человека, социального явления, как специфического вида общей культуры социума и личности человека. Из многочисленных определений физическая культура следует выделить то основное, что позволяет ее физическую культуру отождествлять со всеми проявлениями культуры социума и воспринимать ее как вид, часть социальной общей культуры. Рассматривать как специфический процесс по освоению столь же специфических ценностей культуры. Таким образом, физическая культура есть. Совокупность материальных, духовных и художественных ценностей. Надбиологический способ, то есть деятельность, становление человека, формирование в нем надбиологических свойств, качеств и функций, способностей. Надбиологический способ, на основе включенности в него, развитие и формирование потребностей, сколь биологических, столь и надбиологических, социальных, духовных. Все эти рассуждения должны убедить в главном. Физическая культура, ее ценности, это тоже все преимущественно надприродное или естественное, но существенно оккультуренное. Это, пожалуй, единственный способ оккультурить тело и в процессе оккультуривания тела оккультурить душу и дух человека. И последнее в настоящее время представляется более значимым, чем прямая работа с телом. Феномен физической культуры чрезвычайно многогранен в воздействии на телесно-душевно-духовную сферу личности. Она, то есть физическая культура, это не только и не столько то, что произвел человек и человечество в процессе становления и развития, сколько то, что в лучшей мере воспроизводит его самого. Обеспечивает единство в преобразовании биосоциальных начал личности. На основе изложенного можно представить следующее определение. Физическая культура – вид общесоциальной культуры социума. Специфическая творчески-преобразовательная деятельность по развитию системы двигательных и личностных потребностей и способностей, обеспечивающих качество социализации личности. В этой связи следует представить и определение, по сути, равнозначные физической культурой личности, которая есть. Специфическое и динамичное личностное качество, отражающее осознанную потребность, мотивацию в присвоении и распространении ценностей физической культуры. Включенность в физкультурно-спортивную деятельность по направленному использованию ценностей физической культуры для удовлетворения социальных и личностных потребностей развития системы способностей. Специфическая сфера общей культуры человека. Интегративное, специфическое и динамичное личностное качество, отражающее сформированность ценностных ориентаций. Системы двигательных и личностных потребностей и способностей, определяющих эффективность социализации общесоциальной и физкультурно-спортивной деятельности. Таким образом, можно полагать, что именно за счет направленного использования ценностей физической культуры наилучшим образом достигается двоякий социально- и личностнозначимый эффект. Становление личности, как отражение совокупности ценностей общесоциальной культуры, освоенных человеком. Становление физической культуры личности, как отражение совокупности ценностей физической культуры, освоенных человеком. Тем не менее, следует признать, что основное предназначение физической культуры и ее ценностей, Впрочем, реализуемых в специфической физкультурно-спортивной деятельности заключается в воспроизводстве специфического качества человека, его физической культуры, формирование которой наиболее успешно происходит в процессе физкультурного образования. Именно этот процесс, обеспечивающий триединство воспитательных, развивающих и обучающих воздействий ценностным содержанием физической культуры, наилучшим образом способствует социализации человека, как цели формирования физической культуры личности. В самом общем смысле схема воспитания и формирования физической культуры личности может быть представлена следующим образом на рисунке. Однако эффективность процесса физкультурного образования в становлении физической культуры личности обусловлена как минимум двумя факторами. Разработанностью самой структуры физической культуры личности, позволяющей выявить составляющие ее компоненты и их сущностные характеристики, что позволит наилучшим образом подобрать содержание физкультурного образования физкультурно-спортивной деятельности. Определить совокупность ценностей физической культуры, наиболее подходящих для конкретных педагогических воздействий в отношении конкретного двигательного или личностного качества, состояния. Разработанностью самого содержания физкультурно-спортивной деятельности, отражающего рациональный подбор ценностей физической культуры для удовлетворения системы потребностей и развития способностей, сколь сущностных характеристик личности, речь идет о базовой культуре личности, столь и физической культуре личности. Целенаправленность и эффективность педагогических воздействий ценностями физической культуры в отношении формирования физической культуры личности обусловлена разработанностью структуры последней. В настоящее время структура физической культуры личности может быть представлена следующим образом на рисунке. Следует полагать, что основными факторами определения именно такой структуры физической культуры личности являются. Теория социализации имеет прямое отношение к образованию, определяет становление и эффективное проявление физической, психической и социальной, нравственной адаптации в отношении телесно-душевно-духовных начал личности. Базовые положения концепции ценностных ориентаций личности, отражающей в социологии диспозицию личности. В философии ценностное сознание и отношение личности, в педагогике и психологии содержание направленности, мотивов и потребностей личности. Сущностные положения категории здоровья, психического, физического и нравственного компонентов, в становлении которого до 50% отводятся здоровому стилю жизни, реализуемого в существенной части. Именно за счет ценности физической культуры, как о культуренной двигательной активности и которая, по нашему мнению, не только часть культуры личности, но и главным образом объект и продукт физической культуры. Взаимосвязь и взаимообусловленность по принципу детерминизма познания и организации деятельности, проявлений в физкультурно-спортивной деятельности личностных состояний и качеств. Явлений процессов, отражающих базовую и физическую культуру личности. Сущностные положения потребностно-мотивационной сферы личности и теории деятельности. Сформированность первой задает физкультурно-спортивную деятельность, внутренне и внешне педагогически оправданная активность, в которой основа преобразования индивида на пути его восхождения к личности. Базовые положения о роли информированности, где знаниевая, теоретическая, подготовленность, особенно на междисциплинарной основе, необходимый инструмент становления основных психических процессов. Направленности личности на осмысление, оценку и принятие ценностей культуры вообще и физической культуры в частности. Тем не менее, столь уникальное и системное личностное качество требует более детального рассмотрения его компонентов, их сущностных составляющих и основных признаков сформированности.